Разбирают ветки, выкорчевывают пеньки, собирает валежник. Остается только дождаться снега, говорят участники субботника. Но в Лыжне, в парке имени Ленина, до профессионального уровня пока, конечно, далеко. Но с ее появлением зимний досуг точно будет разнообразнее, считают участники и жители прилегающих к парку домов. Ну, я думаю, нормально должно, только бы собак не выгуливали. Остальное все, лишь бы всем хорошо было. Я очень рада, что мы сегодня все вышли на субботник и можем облагородить эту территорию, для того, чтобы все жители этого района могли кататься на лыжах, радоваться зиме, быть здоровыми и счастливыми. И вот эти вот все зимние такие забавы, которые нам всем не хватает в это ковидное время, я думаю, что украсит нашу зимнюю жизнь. Парк имени Ленина входит в топ самых заброшенных мест в Барнауле уже на протяжении нескольких лет. Разобрать этот мусорный полигон регулярно призывали неравнодушные жители. К слову, много лет подряд здесь лыжники прокладывали свои тропы, порой в ущерб другим отдыхающим. Новая народная трасса, говорят организаторы, длиной в километр не будет никому мешать. Мы решили просто ее более расширить, более подготовить со специальной техникой. Поэтому, если дальше это будет какой-то интерес у жителей, мы получим позитивные отклики. Конечно, в планах здесь и сделать освещение, и летом дорожки можно будет делать, чтобы бегать. И в принципе осваивать данную территорию, как зеленый парк. Облагородить зеленую зону и подарить возможность побегать на лыжах, не выезжая из города. Поймать двух зайцев разом в данном случае вполне возможно и правильно, говорят организаторы лыжни. Подобные ей вскоре должны появиться еще в двух барнаульских парках – изумрудном и юбилейном. Новые объекты станут своего рода альтернативой трассе здоровья. Вчера основные работы были. Сегодня мы уже немножко убираем за вчерашним днем. Но и сюда еще много раз надо будет приходить и помогать. Расчищаем, падает снег, трамбуем, укатываем ее снегоходами и потом поддерживаем самое главное состояние в таком. Сохранить имеющуюся и проложить лыжню Ильича помогает спорткомплекс «Смерти», но он предоставил техникум. Остальным паркам с ней поможет город. Пять народных трасс по одной в Славгороде и Заринске начнут работать до конца года. Что касается спорта высших достижений, то к 2021-му обещают открыть новую ледовую арену в Рубцовске. Никита Армаков, Александр Антропов. День с толком.